Не помню На море, подхваченное неодолимым ветром события. До первого угла она остановилась почти без сил. Ее ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло. Сознание держалось на волоске. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса. Тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительные препятствия. И снова, увидев корабль, останавливалась облегченным сдохнуть. Тем временем в Коперне произошло такое замешательство, такое волнение, такая поголовная смута, какие не уступят эффекту знаменитых землетрясений. Никогда еще большой корабль не подходил к этому берегу. У корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство. Теперь они ясно и неопроверженно пылались невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины, женщины, дети в попыхах мчались к берегу. Кто в чем был? Жители перекликались со двора в двор, вопили и падали, наскакивали друг на друга. Скоро у воды образовалась толпа, и в эту толпу стремительно вбежала осоль. Все смогли, все со страхом отошли от них, и она осталась одна, средь пустоты знойного песка, растерянная, пристыженная, счастливая, с лицом не менее алым, чем ее чудо, беспомощно протянув руки к высокому кораблю. А тысячи последних смешных страхов одолели осоль, смертельно боясь всего ошибки, недоразумения, таинственной или вредной помехи. Она вбежала по пояс в теплое колыхание волн, крича, «Я здесь! Я здесь! Это я!» Субтитры создавал DimaTorzok